Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. 10 растений, которые очищают легкие. Сейчас во всем мире растет количество случаев заболеваний дыхательной системы. Особенно это заметно в индустриально развитых странах. Воспаление легких и более серьезные заболевания значительно ухудшают здоровье людей, иногда приводя к инвалидности и даже гибели. Заболевания дыхательных путей занимают уже почетное место в мире среди всех причин смертности, поэтому сохранению здоровья дыхательной системы надо уделять повышенное внимание. Из-за развития различного вида производств качество воздуха на планете претерпело изменения. Вредные вещества разносятся с воздушными потоками по всей атмосфере, поэтому проблема очищения легких очень важна. Методы очищения очень разные, потому что организм каждого человека индивидуален, и ему надо подобрать самый подходящий именно для него метод. Я старался выбирать самые простые и эффективные методики очистки легких, которые не требуют больших материальных затрат и времени. Сейчас у многих просто не хватает времени заняться собой, а большинство способов очистки легких не занимает много времени. Помните, здоровье сохранить намного проще, чем потом его восстанавливать. Одним из самых простых способов очищения легких является еженедельная прогулка в лесу или берегу моря, поездка в горы. Но, к сожалению, это не всегда доступно. Как же можно очистить легкие с минимальными затратами? Для очищения легких можно использовать комнатные растения или деревья в форме бонсай. В этом нам помогут фитонциды растений, вещества, которые они выделяют в окружающую среду. Фитонциды могут убивать или замедлять развитие бактерий, вызывающих болезни у человека, других возбудителей болезней. Например, фитонциды лука убивают туберкулезную палочку микроорганизмы. Разные растения обладают разными по эффекту воздействия фитонцидными свойствами, но мы будем использовать для очищения легких все из них, у которых эти свойства наиболее сильные. Можжевельник убивает практически все вредные микробы и вирусы. Для очищения легких надо сесть на расстоянии не более 50 см от куста можжевельника, устроиться с комфортом, чтобы все тело было расслаблено и дышать немного глубже, чем обычно, наслаждаясь запахом можжевельника и любуясь его красотой. Можно закрыть глаза, размеренно дышать и представлять себе, что вы медленно прогуливаетесь по лесу. Вы вдыхаете фитонциды, которые выделяет можжевельник, и очищаете свои легкие. Продолжительность очистки легких с помощью можжевельника от 10 до 30 дней. Можно проводить очистку через день. Если вы чувствуете, что заболеваете, можно 5 минут посидеть рядом с можжевельником и подышать воздухом на расстоянии 5 см от веточек. Не старайтесь дышать глубоко. Непривычный к глубокому дыханию человек может даже потерять сознание. В случае аллергии на можжевельник, найдите себе другое растение. Например, не хуже помогает герань. Ежедневно ставьте герань на стол или другую плоскость, на расстоянии от 15 до 30 см от лица. Удобно садитесь рядом и медленно вдыхайте и выдыхайте воздух, ощущая запах листьев растения. Время очищения легких – 15 минут. Вдыхать выделяемые геранию фитонциды надо 30 дней подряд. Обычно повторный цикл очищения легких таким способом в течение года не требуется. Благодаря этой приятной процедуре не только очищаются легкие, но и снимаются стрессы, приходит в норму нервная система, улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы, усиливаются защитные силы организма. Прекрасно очищает легкий запах листьев дерева лимона. В течение недели надо вдыхать запах листьев, можно и цветков лимона с достаточно близкого расстояния, приблизительно 15-20 см. Естественно, листья лимона должны быть чистыми, без пыли. Желательно вымыть их под струей воды за день до начала очищения легких. Время вдыхания запаха лимона – от 10 до 20 минут. Затем дерево лимона надо поставить в спальне на полтора или два года. За это время здоровье легких восстанавливается, даже если они были повреждены из-за частых воспалений. Можно вырасти дерево лимона из семечка, оно даст еще больше эффект. Можно также натереть кожицу лимона и поставить в комнате. Воздух в комнате очистится, а вы, подышав таким воздухом, очистите легкие. Помогает очистить легкие дерева эвкалипта, растущие в доме. Слово «эвкалипт» в переводе означает «хороший воздух». В Австралии эвкалипты зовут деревьями чудес, деревьями жизни. Воздух в доме в присутствии эвкалипта очищается от возбудителей болезней, а значит, постепенно очищаются и легкие. Хорошо очищает легкие и убивает возбудителей туберкулеза миртовое дерево. У некоторых народов существовал обычай, когда в доме рождалась девочка, сажали в небольшой горшочек мирт. Он рос вместе с девочкой, и цветы мирта девушка вкалывала в прическу, когда выходила замуж. Дерево мирта переходило в дом мужа вместе с его хозяйкой. Считалось, что дерево мирта в доме предохраняет семью от бед и несчастий, сохраняет здоровье. У греков мирт был символом красоты и молодости. Благоприятное воздействие на легкие оказывает сушеная трава валерианы, положенная в марлевый мешочек вместе с сушеным корнем валерианы. Подвешивать такой мешочек следует выше уровня головы человека, в укромном месте, недоступном для посторонних. Можно подвесить мешочек за шторами или положить на шкаф. Самое благоприятное место для очищения валерианы – спальня. Время очищения легких – от 1 до 3 месяцев. Иногда приходится работать или находиться среди больных инфекционными заболеваниями. Тогда необходимо срочное очищение легких от возбудителей заболевания. Очень хорошо помогает в этом случае очищение легких с помощью луковой кашицы. Для ее получения репчатый лук очищают от шелухи. Трут на мелкой терке и тут же несколько раз, до 5, вдыхают и выдыхают свежий запах лука. Луковую кашицу следует держать не ближе 15 см от носа и рта. Лук действует очищающе в течение 5 минут с момента натирания на терке. Далее его целебные свойства теряются. Можно вдыхать запах лука 1 раз в час, несколько раз в день, но не более 4 раз. Вполне достаточно делать это 3 раза в день, 2 дня подряд. Фитонциды чеснока убивают возбудителей гнойных процессов в легких. Для получения чесночной кашицы зубок чеснока очищают от шелухи. Трут на мелкой терке. Сразу же после этого, несколько раз, до 5, вдыхают и выдыхают свежий запах чеснока. Чесночную кашицу следует держать не ближе 15 см от носа и рта. Чеснок действует в течение 5 минут с момента натирания на терке. Далее его целебные свойства теряются. Можно вдыхать запах чеснока. Вполне достаточно делать это дважды в сутки, через день, в течение недели. Каждый раз берется свежий зубок чеснока, без повреждений и пятен. Прорушившие зубки чеснока использовать не стоит, они слабее. Очень хорошо очищает легкие прогулки по болоту. Специфический воздух болот самым благоприятным образом сказывается на состоянии легких, особенно поврежденных частыми воспалениями и болезнями. Можно насыпать в стеклянную вазу немного песка, налить немного воды и посадить туда сфагнум – болотный мох. Вазу лучше взять из прозрачного стекла, достаточно высокую, чтобы мох не доставал до ее краев. Сфагнум неприхотлив, он требователен только к влажности. Воздух в комнате с растущим сфагнумом будет поддерживать ваши легкие в чистоте. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.